и снова здравствуйте мои маленькие любители гальванизма и хендмейды как такового сегодня опять хочется поделиться с вами новостью радостью и даже тестом своего очередного подарка от супруги как это ни странно это уже второй подарок на мой день рождения прошедшие вот нет это не дерево бонса это не палка это даже не чехол с логотипом чехол кстати это бывший чехол от электронной сигареты который я в общем-то применил немножко в ином назначении формате скажем так вот а именно что у нас здесь сегодня а сегодня у нас здесь вот такой вот даже не знаю как его назвать гравил гравер ли дремель ли или что но вот такая вот штука просто нереально бешеная с родной батарейкой для чего он он для того моем случае в особенности для того чтобы работать с какими-то мелкими предметами и в то же время получать какие-то мелкие элементы совершать их не обработку без необходимости тащить его к большому граверу скажем так у меня есть нормальный профессиональный ювелирный гравер есть средний китайские которые я еще покупал когда был студентом ювелиром но вот эта вот вещь мне незаменима именно для моих целей а каких я сейчас постараюсь показать вот в комплекте там был вот такой вот кейсик с несколькими насадками остальные насадки я уже добавил свои все какие идут под посадку 2 и 3 миллиметра в данном случае здесь вот фиксируется каждая из этих деталей вот таким вот шестигранником ну даже не знаю с чего начать начну пожалуй покажу просто примеры для чего прежде всего он мне нужен был несмотря на то что как бы кажется что фигня полная она все-таки рабочая фигня сейчас я примеру покажу ну допустим не знаю допустим возьмем вот такой вот маленький алмазный бурик вот это пока отложим возьмем маленький тоненький алмазный бурик это как раз из комплекта здесь был зафиксируем его он туда проваливается до упора и фиксируем как говорил дури у него хватает это родная батарейка и он с ней просто зверь не знаю почему так вот допустим сегодня утром нашел такой природный объект если мне захочется сделать из него серьги то мне естественно понадобится сделать отверстие под кольцо для швензы подвес ну я не буду сейчас показывать что-то как будто серьга я просто покажу для чего он сделать вот отверстие вот здесь вот вот и все в общем то к примеру я хочу сделать гравировку какую-то надпись то есть вот так очень мощная батарея 350 миллиампер а дури как будто бы там все 800 вот и то есть вот сюда вот теперь можно будет спокойно положить колечко со штифтиком вкрутить точнее посадить на клее это уже подвес как ни крути то есть вот для прежде всего я брал ее для этих целей решил что она мне нужна для этих целей даже вот как я показал здесь на коробочке вот это вот моя вчерашняя работа здесь был логотип от сигареты краской я его сошлифовал горизонтально а потом просто скажем так прорисовал эту надпись это не такая чтобы грани гравировка я бы назвал что это нацарапано но тем не менее видно а это главное вот следующий шаг для чего я ее брал это наверное самый важный шаг моем случае опять же случае декоративной гальвана пластики конечно же это работа со шлифовкой вот у меня уже заранее были вот такие вот куплены щеточки латунные кроссовки и и и и и и и кто работает с гальванопластикой тот знает что порой на гальванопластике на изделии возникает так называемый подгар это когда даже по блестящей поверхности изделие покрывается таким вот матовым слоем и это некрасиво его нужно счищать чем мы тут наверное займемся в качестве теста скажу сразу эти латунные кроссовки при такой дуре просто не происходит она прямо так и готова разлететься поэтому я наверное сделаю сейчас по другому чтобы вас сильно не пугать и заодно протестировать для себя я сейчас возьму батарейки аккумуляторные аккумуляторные которые я недавно покупал они по идее по факту как это ни странно должны быть на 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 сколько здесь 800 миллиампер но как ни странно вот прошу заметить как работает родная батарейка с какой тюлью сейчас мы ее выкрутим вот она родная 350 миллиампер пока уберем и вставляем не родную якобы на 800 миллиампер она кстати заходит поначалу до половины туго потом нормально и теперь слушаем ее то есть разница где здесь 800 тогда миллиампер я не пойму причем я их зарядил полностью вот поэтому значит что хочешь сказать сейчас я хочу вот это вот новый сувенир коллекционный бонсай на скале наверное будет называться black rock черная скала мне нужно это деревце зашлифовать чтобы я мог его запатинировать я уже начинал здесь правда вручную но сейчас вот машинка пришла мы посмотрим что она может как видно вот при этой вот батарейки он ее просто останавливает то есть либо батарейка брак то есть вообще не хочет даже работать то есть либо она бракована эта батарейка либо что то есть для шлифовки но вообще нет не годится никуда да вот поэтому возвращаемся к родной как ни крути дури у ней много вот мы сейчас проверим по оборотам по возможности вообще как таковой работать с ней до такого конечно я не ожидал видно все таки бракованные батарейки мне кажется ну ладно смотрим на эту дурнушку даже страшно просто напросто центровка хорошая центровка у самого вот этого дремеля хорошая но блин при таких оборотах просто вся латунная вот это вот шелуха вылетают ну да это не густо мне просто страшно вон сколько налетела стружки это вот ладно пойдем другим путем я попробую посадить сюда насадку более маленькую более маленькую которая была в комплекте она совсем мелко хорошо попробуем поставить мы допустим вот эту вот радиальную вот так вот да конечно еще страшнее больше пугает оборотов так много чтобы стружка просто блин ужас но она собственно говоря как-никак но работает так много но так 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 Да, это жутко, конечно. Да, ну примерно вот так вот. Не знаю, что с этим аккумулятором не так. Почему у него столько дури внутри. Как вообще это происходит. Но он работает. В общем-то, если сильно не придавливать, то он даже шлифует это все. Почти что полирует. На мелких объектах что-то типа украшения, если, допустим, появился подгар, то можно заморочиться этим заниматься. Сам аккумулятор сейчас очень так прилично нагрелся. Очень даже прилично нагрелся. Вот. Ладно, попробуем еще третий вариант. Попробуем родную крацовочку, которая была в комплекте. Она была совсем маленькая. Но из нее очень сильно тоже летела эта стружка. Мне, похоже, еще придется сейчас пылесосить даже. Потому что все теперь в этой стружке. И весь мой кейс лакокрасочный ныне. Да, прикольно. Вот она уже такая довольно-таки жутко поношенная. И вот так она расширяется. И вот так она летает. Ни разу еще не встречал крацовку, чтобы она вот так вот не сыпалась. Это ужас какой-то. Ну, с этой, в общем-то, работать попроще. Видимо, неспроста они положили именно маленькие предметы сюда. Да, слой этот снимается. Под гар, так называемый. Он снимается. Ну вот, больше просто не хочется стрелять этой стружкой. Потому что это уже что-то перебор жутко. Все теперь в этой струганине, как крестопад прямо. Поэтому, что могу сказать касательно вот такой вот шлифовки. Для мелких объектов размером с украшением, мне кажется, все нормально будет. Проблем никаких не должно возникнуть. Ничего в этом такого зазорного нет. Для крупного, конечно, как видно, это нагрузка. Я даже не представляю, что там за моторчик. Насколько он маленький. И как вообще это все может настолько хорошо крутиться, вращаться с такой дурью. Но, тем не менее, вот факт. Оно есть. Ну и, опять же, одна из причин, почему мне вот захотелось иметь, так сказать, в боекомплекте декоратора-гальваниста такой вот объект. Такой вот мини-гравер. Да просто потому, что благодаря ему можно наносить будет гравировку. Как я уже показал, по металлу, по дереву это реально. Давайте протестируем, как это будет на том же камне, допустим. К примеру, вот его нижняя часть. Конечно, вариант не самый лучший. Не знаю, что это за порода. Как будто бы здесь шерлы внутри кристалла. Либо это что-то похожее. Сложно сказать. Ну, допустим. По дереву. Продолжение следует... Продолжение следует... По камню он тоже работает. Конечно, можно было бы это и с водой все делать. Но, тем не менее, видно, что он углубляется без проблем. То есть, вот так вот дело идет. Соответственно, материалы металл, дерево, камень, оно работает очень даже неплохо. Тут вот даже хочется протестировать. Одна еще насадка в комплекте была, довольно-таки интересная. Момент. Вот. Вот такая вот насадочка. Жалко, что здесь вот не чашеобразная, она бы мне очень помогла. Я об этом сейчас тоже позже расскажу. Вот. Ну, давайте протестируем ее в том числе. Очень даже интересно. В принципе, у меня есть как бы мысли даже, что я есть могу мелкие объекты, допустим, какую-то проволочку там на швензу или, допустим, вот ту же вон веточку отпилить что-то ненужное. Я надеюсь, что это будет реально, скажем так. Ну, сначала посмотрим по камню, что у нас будет происходить. Да, вот об этом я говорил, это круто. То есть по камню можно даже прекрасно, кстати, не то что гравировать, а даже вырезать и придавать какую-то форму. Таким макаром, таким вот. То есть по камню нареканий нету. По металлу, по металлу. Ну, не хочу портить объект, наверное. У меня же ничего металлического под боком, к сожалению, нету. Но давайте по дереву, ладно. Посмотрим, что будет по дереву. То есть, в общем-то, им даже можно отпилить дерево. Я имею в дерево веточку. Если осторожно, то можно. То есть вот она. Чик. А потом вместо резлому просто зашлифовать. Ну, то есть круто. В этом плане нареканий никаких нету у меня. Справляется. Вот. Далее. Тут еще у меня из моих заначек, скажем так, насадка. Она очень старая. Много лет я с ней работал. И она очень выручает конкретно вот в тех случаях, когда, допустим, мне приходится делать швензы из драгоценных металлов своими руками, скажем так. Это, например, из серебра. Когда мы делаем швензы, тот кончик, который будет проходить в ушное отверстие, его нужно зашлифовывать, то есть скруглять. Вот эта вот насадочка, она как раз вот для этого и подходила. Такой вот борик. Но, 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 он уже, конечно, довольно таки сильно износился за годы пользования. И я нигде не могу найти подобный. Во всяком случае, в наших областях. Принципиально по инету не искал, но в магазинах, где брал ранее, уже, к сожалению, их не выпускают или что, не знаю. Вот. Это вот еще одна из целей, для чего мне нужна вот эта вот маленькая машинка. У меня сейчас нет, конечно, проволоки показать вам. Но я попробую, опять же, на деревяшке, если, конечно, мне там диаметр позволит. Вот. Вот, допустим, кончик деревяшки. Сейчас посмотрим. Вот таким образом я обычно вот обрабатываю кончик будущей швензы, для того, чтобы ушное отверстие, оно проходило без проблем. Я имею в виду вот отверстие под серьгу. Да, вот оно немножко скругляет, все еще работает даже. И, в принципе, можно, можно, можно с ней дружить. Даже в этом формате. На дереве, не знаю, здесь у меня будет что скруглить. Сейчас поглядим. Так-так-так-так-так-так. Пока вот ничего не вижу такого прям. Заостренного на корнях, если только посмотреть. Вот жизнь, допустим. Или вот здесь вот-вот не стоит. Вот сколько дурит, даже не хочет сходить. Обалдеть. А вот. Да, держать тоже надо правильно. Ну и вот получается вот такой вот, в принципе, шарик, скажем так. Хотя, как повторюсь, она изношена. В моем случае она изношена уже совсем очень. Вот. Ну и все, в общем-то. Получается ситуация какая. Родная батарея. В ней дури за глаза. Во всяком случае, пока что. Я потом поищу еще другого формата. Аккумуляторные батарейки. Мизинчиковые сюда вот набор. Вот. Работать можно. По сверлению небольших отверстий. Как раз-таки в ювелирной отрасли очень помогает. По работе с алмазными барами никаких нареканий, проблем не вижу. Мощности хватает. По работе с деревом, с камнем тоже подходит. Можно шлифовать, можно обрабатывать металл. С пластиком, естественно, тоже без проблем, как по мне. Вот. Можно вот использовать вот такие вот алмазные насадки. У них, конечно, дури много. Она у меня не отцентрована. Здесь вот. Это сама основа. Она заменяемая. То есть на нее можно ставить разные резиноиды. Вот такого формата насадки. То есть здесь, в данном случае, алмазные. Но я всего в чертах показать. Ладно, не буду камень уже портить. Ну, вот, допустим, деревяшечка. Вибрация от нее очень сильная. То есть вот. Ну, кору снимает. Ладно. Надеюсь, будущий владелец не обидится. Ну, то есть вот. Оно почти что как бы снимает радиальную поверхность. Как раз таки ею, ею. Вот этой вот насадкой я сначала вышлифовал вот эту поверхность таким образом. Сняв старый логотип, краской нанесенный. А потом тонким алмазным бориком вырезал уже надпись, скажем так. Вот. Ну и все получается, что у нас. В принципе, работает. Не оправдало себя только вот крацевание. Пока что. Но я поищу вот такого формата насадочки. Поищу вот такого формата насадочки. Может быть, они будут качеством получше, чем вот эта вот. Тут еще в комплекте были вот такие вот полировальники. Но мне сейчас просто пасты под рукой нету. Алмазный. Можно было бы, конечно, тоже проверить. Не знаю, насколько оно там хорошо может полировать. Но мне кажется, должно, потому что полировка сила трения лучше. Вот оно видно, что работает. Войлок стирается. Значит, мощей хватает. Так. Ну вот и все, в общем-то. Все, что хотелось вам показать, поделиться с вами. Поэтому, если кто-то, допустим, тоже занимается декоративной гальванопластикой. И кто-то хочет вот такую вот хреновину, чтобы было все под рукой. Чтобы было компактно. А в то же время хватало мощности и дури в данном случае. Вот. Могу смело рекомендовать. Не стану заморачиваться за логотипом. Там у них, в Китае, много такого же вида. Много разных логотипов. Знаю только, что там есть и потолще, и потоньше. Я выбрал потоньше, потому что, ну, во-первых, удобно в руке держать. Даже пора вот эта резинка, она и не нужна, мне кажется. Но я ее не трогаю пока. Во-первых, удобно держать. Во-вторых, по отзывам люди пишут, что очень хорошо. Отцентровка, вибрации нету фактически никакой. То есть, сцентрована настолько хорошо. Вот я могу держать. Никаких нареканий нету. Вот. И стоит она не дороже остальных. 11-го, 11-го она досталась буквально там за 700 рублей, что ли. Вопреки своим там 1000 или порой 1200 рублей. Где-то с более навороченными наборами в деревянных коробочках они стоят дороже. Вот. Но суть одна и та же. В моем случае, я еще раз повторяюсь, я просто взял кейс от электронной сигареты, который я не пользуюсь, в принципе. Вот. И, соответственно, все это дело сложил сюда. Но я ее еще потом промою. Сейчас пока складывать не буду. Все это дело прекрасно подошло сюда. Со всеми насадками. И даже с батарейками. Очень удобно, компактно. Вот и все. Поэтому те, кому вот нужна компактная машинка, чтобы именно под рукой была, чтобы именно раз и готово, как говорится, достал, нажал, обработал, убрал. Все. Вот это вот отличный вариант. Просто, ну, круче не придумать, как по мне. Я хотел делать ее вообще самодельной. И из-за мешалки для кофе, взбивать кофе со сливками. Ну, подумал, что если там настолько такая бандура толщиной в три пальца, если там такая бандура будет застревать, то лучше вот такую взять. Фиг с ней. Вот. И что хочется добавить еще, еще, еще. Я ее не разбирал, не перебирал, но у ней была бракована кнопочка. Кнопочка, эта пипочка отлетала. Я ее посадил на космофен, но она как-то устроена странно, не знаю. Там сквозное отверстие, сквозь от отверстия клея распространился везде. И он тупо приклеил эту кнопку вот к корпусу металлическому. Кстати, корпус металлический весь полностью. Алюминиевый, наверное. А может просто сталь, не знаю. Не заморачивался. И пришлось немножко поколупать, поковырять, там разбирать саму вот кнопку включения. Но мне это удалось сделать. И, в общем-то, никаких проблем. Вот такая здесь вот фиговина, там вот отверстие. Поэтому для таких целей это отличный вариант. Повторяюсь. И могу смело рекомендовать. Во всяком случае, пока меня все устраивает. И вот именно для таких целей, какие-то отверстия мелкие, шлифовка, полировка. Супер вариант. Просто компактнее, но уже, наверное, некуда. Все. В данном случае она себя оправдала. Спасибо, мои дорогие, любимые супруги, за подарок столь интересный. В общем, не зря. Не зря, скажем так. За растраты, расходы, так называемые. И ожидания, самое главное. Потому что вот она пришла вчера, а заказывали 11-го. Поэтому вот такая вот фигня. Ну и кому интересно, соответственно, ставьте лайки, опять же. Подписывайтесь на наш канал. Скоро будет здесь совсем жарко и круто, потому что ролики будут появляться, ну если не чаще, то они будут дольше, скажем так. Потому что мне есть о чем рассказать для вас. Мне есть что вам показать. Много интересных идей постоянно возникает. Поэтому вот, имейте в виду. Подписывайтесь на колокольчик, нажимайте, будет интересно. Вопросы, пожалуйста, ребят, задавайте. Я всегда рад ответить. Критика, если какая-то есть, недовольство, пожалуйста, тоже. Если это объективно все, без участия матов, рад выслушать. Поэтому вот, всем пока-пока. Удачи, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok